Аллах говорит, и будет все время приближаться, приближаться, приближаться ко мне, мой раб, посредством дополнительных деяний. То есть после того, как выполнит фарды, теперь будет приближаться посредством навафель, «Хатта ухиббаху, пока я не возлюблю его». В этой части уже побуждение к чему? К выполнению навафель, дополнительных деяний. Но после чего? После соблюдения фардов. Будет человек выполнять навафель, пока я не возлюблю его. Что это указывает? На то, что причиной для снискания любви Аллаху субхану ва тааля рабом является что? Выполнение фардов, потом присоединение к этому навафель, дополнительных предписаний. Так, если человек выполняет фарды, потом добавляет к этому что? Навафель. То это причина для получения самой заветной цели – любви Аллаха субхану ва тааля. Это цель всех нас. Мы поклоняемся Аллаху субхану ва тааля, чтобы получить любовь Аллаху субхану ва тааля. И оказаться в этой обители, близости к Аллаху субхану ва тааля, в раю. Потому что самое великое наслаждение в раю – это не столько, это не какие-то материальные блага, которые там есть. В виде рек, богатств, творцов, женщин и так далее. Это не самое главное в раю, не самое главное наслаждение, не самая главная цель. Самая главная цель – это близость к возлюбленному нами. Аллаху субхану ва тааля.